Сегодня я покажу вам, как приготовить спаржу с томатно-лимонной заправкой. Многие люди боятся покупать спаржу, потому что не знают, как её готовить. В действительности, ещё римляне знали, что это очень быстро и просто. У них даже была такая поговорка «быстрее, чем приготовить спаржу». Для того, чтобы приготовить это блюдо, мне понадобится спаржа, помидоры черри, лимон, зелёный лук и также листики мяты и базилика, ну и ещё, естественно, оливковое масло и соль. Сначала я освобожу лимон от кожуры и белых перепонок. Для этого я аккуратно срезаю ножом шкурки. И теперь аккуратно ножиком буду вырезать сегменты лимона и складывать их в миску. Я освобождаю лимон от белых перепонок, потому что эти перепонки горчат обычно. Выжму сок оставшийся. А саму мяк нарезу на маленькие кубики и сложу обратно в миску. Теперь помидоры черри нужно нарезать наполовинки. Складываю их тоже в миску. Теперь я нарежу 6 перьев зелёного лука. Так, лук мы нарезали. Теперь я оторву несколько листиков мяты. Нужно, чтобы мята была где-то 1 столовая ложка. И несколько листиков базилика. Всё это я тоже мелко порублю. Теперь мне осталось налить в эту миску 3 столовые ложки оливкового масла. И, естественно, добавить немного соли. Теперь я этот соус перемешаю и оставлю на некоторое время, чтобы помидоры немного промариновались. А за это время я сварю спаржу. Вот такая зелёная спаржа. У неё нужно обязательно отрезать жёсткие концы, где-то 3-4 сантиметра. Вода у меня закипела. И теперь я буду варить спаржу. Главное теперь нам не переварить спаржу, потому что иначе она получится очень симпатичной на вид и очень невкусной. Её уже невозможно будет есть. Варить мы будем минут 5. Поставим таймер на всякий случай, чтобы не проворонить. Но лучше, конечно, пробовать спаржу. Воду, в которой варилась спаржа, лучше не выливать, а замочить в ней свои столовые приборы серебряные, и тогда они у вас будут как новые. Спаржа приготовилась. Теперь я её буду выкладывать на тарелку. Надо быть очень аккуратным, потому что спаржа очень хрупкая и может сломаться. Теперь я её полью соусом. Смотрите, какая у нас получается красота. Свежая зелень спаржи, красные помидоры и мякоть, жёлтая мякоть лимона. Посолю крупной морской солью сверху. Вот моё весеннее и очень красивое блюдо готово. Теперь вы сами видите, почему римляне считали, что это блюдо можно приготовить очень просто и быстро. И в этом вся соль.